Здравствуйте! Вы смотрите тему недели в студии Екатерины Семченко. Все больше жителей России оспаривают действия федерального закона о капитальном ремонте многоквартирных домов и даже подают иски в Конституционный суд. Насколько справедливы требования граждан, разбирали журналисты БНТВ. Москва, Липецк, Республика Чувашия, Калининград. Вот неполный список регионов, где собственники квартир требуют приостановить действия федерального закона о капитальном ремонте. А именно, заявителей смущает способ накопления средств через региональных операторов. Также жители обращают внимание на то, что государство не выполнило своих обязательств по капитальному ремонту домов, когда было их собственником, то есть до начала приватизации. То, что касается домов, уже нуждавшихся в капремонте до того момента, как началась приватизация, тут бесспорно, может, имеется противоречие, потому что пока государство было собственником имущества, оно не выполнило своих обязанностей по содержанию этого имущества. Впрочем, юристы считают, что государство не обязано передавать квартиры гражданам в собственность по приватизации. Оно лишь предоставляет такую возможность. У нас приватизация – это безвозмездная сделка. Она безусловная. Ты либо принимаешь, либо не принимаешь. Если тебя не устраивает состояние и качество имущества, которое тебе безвозмездно передает, но не принимай его, и действительно есть масса людей, которые правом на приватизацию не воспользовались. Поэтому я не думаю, что это можно использовать в пучке зрения, как некая позиция правовая, потому что это добровольно и безвозмездно. То есть, подписывая договор о приватизации, гражданин соглашается принять имущество в том виде, в котором оно есть, а также все права и обязанности по его содержанию, в том числе и капремонту. Исходя из этого, юристы уверены, что с точки зрения буквы закона никаких нестыковок нет. Что касается квартир, приобретенных в новостройках, то здесь стоит заглянуть в гражданский кодекс. У нас по той же самой Конституции и по гражданскому кодексу на собственнике лежит бремя содержания имущества, а собственники являются в равных долях со собственниками всего имущества дома. Поэтому я не думаю, что это противоречит Конституции. Опрошенные нами эксперты полагают, что проблема, которая беспокоит граждан, лежит не в правовом поле, а скорее в эмоциональном и социальном. Это связано не с речием законодательства Конституции, а с недостаточностью, понятностью и прозрачностью целевого использования денежных средств, а также то, что граждане не хотят, чтобы их личные деньги использовались на какие-то непонятные чужие дома. И с учетом того, что сейчас происходит в банковской системе нашей, просто не уверены в том, что когда-то эти деньги вернутся. И здесь стоит отметить, закон дает собственникам право собирать деньги на капитальный ремонт не только в фонд регионального оператора, но и на специальный счет дома. Это значит, что собранные средства пойдут на ремонт данного конкретного дома и не будут использованы для капремонта других. В Петербурге всего около 6% владельцев квартир избрали такой способ накопления. При этом, если собственники не проявили никакой инициативы в этом вопросе, деньги по умолчанию отправляются все в тот же общий котел на счет регионального оператора. Но может все должно быть ровно наоборот, что по умолчанию насчет дома, а если я хочу, чтобы деньги шли в котел, я должен собрать общее собрание и специально принять такое решение. По закону, собственники, открывшие спецсчет своего дома, имеют право менять даты проведения тех или иных видов работ по капремонту, а также требовать от банка отчетности по накопленным средствам. Впрочем, в нынешней экономической ситуации и на фоне лишения многих банков лицензий депутаты уже предложили применять систему страхования спецсчетов. Такой законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме. Мы провели опрос на улицах города. Среди петербуржцев нам встретились и жители других регионов. Я сам из Кирова, я к вам приехал в гости по работе. У нас такая же ерунда, но у нас, видите, город, уровень жизни поменьше, заработной платы поменьше, то есть ударило сильно. Кировчане платят за капремонт 6 рублей 70 копеек с квадратного метра. Для сравнения, в Москве на капитальный ремонт домов с квадратного метра собирают по 15 рублей, а в Амурской области по 20. В Петербурге одна из самых низких ставок по стране – от 2 до 3 рублей с квадратного метра. Как отметили в пресс-службе регионального оператора капитального ремонта, жалоб на исполнение закона от петербуржцев пока не поступало. Я бы не сказал, что там уже сильно поднялась оплата, потому что вот больше чувствуется цена отопления. Я думаю, что собственники должны платить сами за все. Вы смотрели тему недели. В студии была Екатерина Семченко. Редактор субтитров А.Семкин